Четвёртое, Атлантическое, появилось из сущности предыдущей совокупной лемурийской расы. Но в это время уже пришли люди в Атлантическую расу, которые уже владели каждой своим солнечным ангелом, душой. Все люди имели душу, но они были как детки. Поэтому те наши великие учителя, которые за нами наблюдали, смотрители расы, они были вынуждены прийти своим физическим телом прямо на землю, ходили между людей, брали их за ручку и вели их к развитию. Поэтому все они были жрецы, великие учителя, великие поэты. Вообще все великие люди Атлантической расы — это были полубоги. Поэтому о них так и говорят, что тогда люди с богами общались напрямую. В это время у человека уже начали развиваться эмоциональные, эмоции начали развиваться, эмоциональное тело. Если в лемурийскую расу только физическое тело, то теперь эмоциональное тело стало развиваться. И в это же время те, которые за нами наблюдали, мы их называем смотрители за расой, они все были из космоса, просто они пришли и помогали нашему планетному Логосу. У них произошли некоторые изменения, их отозвали на другую планету частично. Часть осталась на Земле присматривать, а часть была отозвана. И поскольку нужно было определённое количество смотрителей, было принято решение из тех людей Атлантической расы, которые продвинулись уже более-менее по заданному пути в эволюции, было принято решение их пригласить в эту иерархию света. Потому что иерархия света, мы её так называем, на самом деле это количество полубогов, которые являются филиалом на нашей Земле от Сириуса, от более высоких планет. Они просто смотрители или полубоги, они нам помогают. Когда часть из них ушла на другие планеты помогать, из людей Атлантической расы были выбраны двое, которые смогли очень за короткий срок продвинуться в эволюции настолько сильно, настолько они следовали всем инструкциям иерархии света, что они оказались достойными. Свет они накопили внутри большой. Солнечный ангел внутри каждого разгорелся так сильно, что они уже смогли бы помогать расе. Эти два человека, Мемнон и Майтрея, вошли в иерархию впервые света из простых земных людей. Мемнон потом стал Буддой, а Майтрея так оставил своё имя Майтрея. Это светлый или счастливый, или несущий счастье. И с тех времён, 18,5 лет назад и до сих пор, 18,5 миллионов лет назад, и эти души бессмертные продолжают работать с иерархией света. Почему мы их так уважаем, любим и чтим? И всё человечество их знает, может быть, под разными именами, потому что они из нас произошли. Они прошли человеческие все страсти, все ужасы. Они человека знают, вот поэтому у них сердце такое сердобольное.